Антонина живет на станции уже 30 дней. Вместе с ней, внуки и дети. Рассказывает, приехали на безопасную станцию с другого конца города. Думала, что переждут там несколько часов, но живут уже месяц. На условия не жалуются, да и волонтеры часто помогают. Дома, конечно, лучше, но нормально, хорошо. Нас кормят, у нас теперь постель, у нас одеяло есть, нам тепло, спим мы в вагоне. Вот, кормят нас три раза в день. На улицу мы выходим, можем в магазин сходить, когда нету тревоги. Тут спокойно, над головой ничего не свистит. Это главное. Иван здесь тоже почти месяц. Домой ни разу не ездил. Днем выходит помогать волонтерам, помогает и своим новым соседям. А также улучшает свои музыкальные способности в свободное время. Круглосуточно на станциях метро вместе с жильцами, которые еще недавно были пассажирами, работают и живут сотрудники метрополитена. Поскольку многие из них жили в пригороде, сейчас работает практически половина штата. Но справляются, хотя и не досыпают. Мы справляемся с тем штатом, который у нас есть. Сегодня для 46 станций, которые обеспечивают укрытие населения, их обеспечивает порядка полторы тысячи человек. Мы открыли санузлы, обеспечиваем санитарное состояние станции, обеспечили питьевой водой с артезианских скважин. Вместе с гуманитарными штабами города Киева мы обеспечили доставку еды на станции, медикаменты. Все необходимо для укрытия населения. А за безопасностью следит киевская полиция. Сотрудники также 24 на 7 работают на станции. Многие с начала войны так и не приезжали домой, охраняют общественный порядок. И строго проверяют каждого, кто хочет попасть в укрытие. Влада Цуркан, Дмитрий Борщ. Специально для телемарафона Freedom на телеканале UA.